Сочи в лидерах по борьбе с теневой занятостью. Об этом стало известно на заседании коллегии Краевого Министерства труда и соцразвития. В Сочи продолжаются поиски дайвера-рекордсмена. Владимир Федоров пропал на одном из участков Воронцовских пещер. В следующем году на ремонт дорог в Сочи выделят миллиард рублей. А сегодня транспортный вопрос обсудили в городском собрании. В Сочи появилась еще одна звезда. Аллея Славы на улице Новогинская пополнилась новыми именами. Встреча на хоккейной арене спустя 45 лет. Участники легендарной суперсерии СССР Канада побывали в Сочи. Президент России Владимир Путин вместе с хоккеистами посетили детский образовательный центр «Сириус». Они осмотрели, как на льду подрастает новое поколение. За игрой следил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ежемесячно в «Сириус» приглашают по 150 юных хоккеистов со всей страны. Специалисты читают им лекции. Тренера обучают управлять клюшкой и сражаться за шайбу, чтобы в будущем появились новые звезды российского хоккея. Игроки сборной Канады образца 1972 года с интересом наблюдали за матчем. Они отметили, что мальчишки могут стать чемпионами. Условия созданы. У них есть отличный тренировочный центр. Для юниоров встреча с хоккейной суперсерией стала грандиозным событием. Ведь 8 игр изменили историю хоккея. Советская сборная тогда впервые встретилась с канадскими профессионалами. Яркая борьба завершилась со счетом 6-5 в пользу родоначальников этого вида спорта. Стартовала продажа билетов на чемпионат мира по футболу 2018. Она началась сегодня ровно в полдень. Билеты можно приобрести исключительно на сайте фифа.ком. В течение первого периода первого этапа продаж, который стартовал сегодня и продлится до 12 октября, болельщики со всего мира смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день это будет сделано. Все заявки имеют равные шансы оказаться успешными, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября. Сегодня день рождения премьер-министра Дмитрию Медведеву исполнилось 52 года. С праздником председателя правительства поздравил губернатор Кубани. Как отметил Вениамин Кондратьев, глава кабинета министров всегда уделяет внимание Краснодарскому краю. Во многом благодаря этому Кубань сегодня в числе лучших стабильных регионов России, где самые амбициозные проекты всегда притворяются в жизнь. Будь то решение острых социально-экономических проблем, реализация инициативы «Городская среда», выход АПК Кубани на качественно новый уровень и многое другое. Ну и глава региона пожелал Дмитрию Медведеву сил и твердости духа. И продолжаем. Кубань и Адыге стали еще ближе. Теперь два народа связывает еще и дорожный мост между станцией Тенгинская в Усть-Лабинском районе и аулом Уляб. Раньше местным жителям, чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, приходилось ехать в объезд. Теперь это расстояние сократилось практически в четыре раза. О развитии транспортной инфраструктуры и многолетней дружбе между двумя регионами в нашем следующем материале. Переправиться через реку и пройти несколько километров через лес. Для настоящей дружбы нет никаких преград. Они ходили друг к другу в гости, устраивали спортивные соревнования. А сам путь из Тенгинской в Уляб и обратно для молодых мальчишек тогда был целым приключением. Тогда все умели плавать. Что они плавали, что мы плавали. Вот они приходят, кричат, ай-яй-яй, давай, переплывают туда к нам на этот берег. Мы здесь играем с ними в волейбол, футбол. Форму в руках держали вот так вот и плыли. Ну а как, по-другому никак же не получало. В копилке местных жителей, кажется, сотни историй. Это сегодня они уже на заслуженной пенсии. А тогда, лет 50 назад, вместе с ребятами из соседнего аула боролись за внимание девушек и вместе отмечали праздники. Но с наступлением холодов встречи становились все реже. Река замерзала. Мост здесь когда-то был, но еще во время войны его разбомбили, чтобы перебраться на тот берег. Местные тогда сами соорудили переправу. Был натянут трос. Там закреплен на той стороне конец и на этой второй конец. Значит, на нем лодка такая военная или самодельная, ну большая. Неветские трофейные лодки. Трофейная лодка после войны. И, короче говоря, был паромчик там. Даже не было трассы там на Услабинск. Вся связь шла через Тенинск. Они приезжали к нам оттуда, на пароме переправлялись и ждали автобус. Садились на автобус, сыры, масло, молоко, там шкуры, все, что было, все они везли на Услабинск через нашу станицу. Много лет, чтобы добраться из станицы в аул, приходилось ехать в объезд около 45 километров. Чтобы сократить путь, власти Краснодарского края и Адыгея решили возвести мост через Лобу и построить новую дорогу. О проделанной работе сегодня отчитали с главе Кубани Внемину Кондратьеву. Фактически работы должны были завершиться в 2017 году, 21 декабря. Завершили на 4 месяца раньше. То есть засрочно сдали объект. Что будет через 3 года с этой дорогой? Посмотрим. 5 лет до этого. Подрядчик несет ответственность. Гарантия. Это общий принцип, который мы сегодня в крае заложили. Люди скажут. Потому что мы сегодня дали им возможность, кратчайшим способом добираться и друг до друга, и в целом в Адыгеи и в Краснодарский край. Новая дорога позволит также открыть кратчайший выход на трассу Темрюк-Кропоткин из населенных пунктов Адыгеи. Сокращается и расстояние между юго-восточными районами Кубани. Но в первую очередь эта автомагистраль даст новый импульс для развития двух братских народов, уверены главы регионов. Символично и то, что торжественное открытие в день юбилея Краснодарского края. Сегодня 80 лет Краснодарскому краю. Но это не только праздник для жителей края. Это наш общий праздник. Ведь когда-то Краснодарский край был нашим одним большим домом. А сегодня у нас большие, друзские, братские отношения. Аул Уляпи и Тенгинская им уже не одна сотня лет. И сообщение было. До войны даже второй мировой был мост. Люди ездили друг к другу. И сегодня будут по этой уже теперь современной дороге жители аула и всей Адыгеи, и жители станицы, и всего края ездить друг к другу. Значит, будет жизнь между нашими народами. Тут всегда люди ходили друг к другу в гости. Я знаю семьи в ауле Уляп, которые считают, что их родственники живут в Тенгинской. Значит, и они по родственному относятся к семям со станиц. Поэтому, безусловно, это очень важное событие. Эта дружба корнями уходит далеко в историю. Спустя не один десяток лет жители Тенгинской и Уляпа до сих пор общаются с семьями. Здесь как будто все друг друга знают. Да и не мудрено, ведь население в станице чуть больше двух с половиной тысяч человек. А в Адыгейском ауле и того меньше всего около полутора. Конечно, интересное для нас это общение. Перевозки это хозяйственникам более нравится. А нам уже ветеранам это встречи, это возможность работать с молодежью, встречаться, молодежи рассказывать, приводить. Ну, здесь жизнь связана не одного поколения, и поэтому есть что вспомнить, о чем рассказать. Уже сразу после официальной церемонии мост открыли для транспорта. Почетное право первыми опробовать дорожное полотно дали спецтехники, которая помогала в большом строительстве. Этот мост для жителей Тингинска и Уляпа, как самый настоящий символ их дружбы, для которой теперь не страшны ни капризы погоды, ни расстояние. Два народа соединила вот эта дорога всего в 11 километров. Мария Крошина, Алексей Комаров и Денис Москаленко, Кубань-24, Уст-Лобинский район. Заседание коллегии Министерства труда и соцразвития Краснодарского края прошло в Сочи. На курорте специалисты со всей Кубани подвели итоги работы в сферах труда, занятости и социальной защиты региона с начала года. Курорт местом проведения совещания выбран по причине больших достижений в соцсфере, отметила вице-губернатор Анна Минькова. Расскажет Инга Габешия. Работа у Министерства многоплановая, отмечает Минькова. От слаженной деятельности у отрасли соцзащиты зависит благополучие незащищенных категорий граждан. Это дети, пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные, многодетные семьи. Одних пенсионеров в крае полтора миллиона. Год назад приняли решение объединить Министерство социального развития и Министерство труда. Сегодня это вообще большая армия людей. Но это и хорошо, что это объединение произошло, потому что сегодня мы понимаем, эти процессы так или иначе один вытекает из другого. И сегодня вопросы трудоустройства населения, даже при том, что у нас самая низкая безработица в России, тем не менее эти вопросы остаются актуальными. Сегодня вопросы трудоустройства инвалидов. Люди должны чувствовать себя полноценными. У нас чуть больше 400 тысяч инвалидов живут на Кубани. Многие из них в трудоспособном возрасте. И сегодня мы должны гарантировать им, этим людям, работу. Ситуацию на рынке труда прокомментировал и исполняющий обязанности министра труда и социального развития Краснодарского края. Сергей Белопольский отметил, что Кубань входит в тройку регионов с наименьшим уровнем безработицы. Снижается количество безработных. По сравнению с прошлым годом их стало меньше, что 20%. Безусловно, основной результат работы – это трудоустройство, изменение экономической ситуации. С начала года нашли работу при содействии центра занятости у нас более 92 тысяч граждан. Это каждые 7 человек из 10 обратившихся. В крае много льготников. Но вместе с тем, отмечает вице-губернатор, министерство не находится на иждивении у бюджета. Соцсфера принимает активное участие и проводит большую работу по ликвидации неформальной занятости. В этой борьбе Сочи в лидерах курорт привели в пример остальным муниципальным образованием края. С начала этого года контрольные группы проверили около 2000 сочинских организаций. Из них неформальная занятость выявлена почти на 600 предприятиях. Половина из них оштрафована на сумму более полутора миллиона рублей. Много времени уделили и подведению итогов детского отдыха. Контроль за которым теперь непосредственно ведет Министерство труда и соцразвития. Резюме специалистов. Летняя оздоровительная кампания 2017 прошла успешно. В регионе, который сохраняет звание главной детской здравницы России, отдохнуло порядка 800 тысяч детей. Третий из которых – гости кубани. Но вместе с тем не меньшего и особого внимания требуют местные ребята. И в первую очередь те, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Случаев суицида меньше не становится. Это значит, что работа определенных органов ведется неэффективно, подчеркивает ИО-министра. Но есть и положительные показатели. В крае появляется все больше замещающих семей и опекунов. А значит, все меньше детей-сирот. В текущем году впервые в истории края процент семейного устройства таких детей достиг 97%. При общероссийском показателе 87%. В настоящее время почти в 9 тысячах замещающих семей в бане воспитываются более 14 тысяч детей. В социальной помощи нуждается каждый пятый житель Краснодарского края. И чтобы эта помощь была наиболее эффективной, специалисты отрасли пройдут обучение и курсы повышения квалификации. В соцсфере тоже есть ноу-хау, и их незамедлительно необходимо внедрять на Кубани. И это требования руководства региона. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. В Сочи продолжаются поиски дайвера-рекордсмена. Накануне председатель Союза дайверов Удмуртии Владимир Федоров пропал во время обследования одного из участков Воронцовских пещер. Во вторник дайвер спустился в пещеру, протяженность которой 11 километров с целью пройти 450 метров. Однако в намеченное время он не поднялся на поверхность, сообщает Интерфакс. Сочинские спасатели уже провели поисковые работы сухой части пещеры. Дайвера не нашли. Однако в пещере много озер, поэтому поисковые работы необходимо проводить под водой. Сегодня в Сочи прибыли специалисты по глубоководным водолазным работам в пещере. В то же время вместе с пропавшим дайвером была группа спелеологов. Они дали о себе знать и, скорее всего, продолжают поиски своего друга. В марте этого года Владимир Федоров установил рекорд, достигнув дна самой глубокой пещеры в России, которая расположена под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края. Длина же общей системы сочинских воронцовских пещер 11 720 метров. Всего в пещерном комплексе имеется 14 выходов. И, как стало сегодня известно, следственный комитет проводит проверку по факту безвестного исчезновения дайвера. Мы продолжим следить за ситуацией. Ну и сегодня стали известны подробности гибели человека под поездом на станции Лазаревская. 12 сентября заключенный при попытке побега от сотрудников полиции попал под поезд. Как пишет информационное агентство 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, конвой посадил заключенных на корточке спиной к платформе. Однако один из них попытался сбежать. Оттолкнул охранника и бросился через железную дорогу. Конвой попытался остановить заключенного. Страж правопорядка держал 43-летнего мужчину за ноги. Однако в этот момент мчался поезд и осужденного разорвало пополам. По данным медэкспертизы, заключенный имел нарушение психики. Его осудили за сексуальное насилие. И продолжаем. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог возложат на Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города. Этот вопрос рассмотрят на сессии Городского собрания Сочи 27 сентября. А сегодня темы транспорта и дорог обсуждали на Комитете по городскому хозяйству, промышленности, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу. Но сегодня же состояло заседание по земельно-имущественным отношениям. Обо всем по порядку Елена Всецина. На ближайшей сессии Городского собрания Сочи депутатам предстоит утвердить положение о Департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. В рамках этого документа расширяются полномочия департамента. Теперь транспортники сами будут следить за ситуацией на дорогах, где, например, необходим ремонт. В этом году отремонтировано дорог на сумму 518 миллионов рублей. В следующем году по решению депутатов Городского собрания Сочи планируется выделить 1 миллиард рублей. В программу по ремонту будет включено больше сельских дорог. Департамент будет анализировать, где какие знаки дорожного движения расставить, где убрать машины с помощью эвакуаторов. И саму работу службы эвакуации тоже будут контролировать. Работа эвакуаторов в данном случае просто необходима. С другой стороны, мы все опять же получаем жалобы за незаконную деятельность данных эвакуаторов. И сегодня данный вопрос просто будет регламентирован теми документами, которые будут рождаться в городе Сочи. Данная функция наделяет именно контроль за сохранностью данных дорог, привлечение к ремонту тех лиц, которые вред данной дороге нанесли, и восстановление дороги при начальном состоянии. На комитет пригласили нового руководителя МУП «Водоканал» Сергея Винарского. Он рассказал о тех изменениях, которые происходят на предприятии вследствие того, что город вернул ранее отданное в аренду коммунальное предприятие. Практически все сотрудники приняты в штат, он укомплектован и работе ничего не мешает. За исключением того, что прежние владельцы не вернули абонентскую базу данных. В течение полугода предприятие все восстановит, и пользователям воды беспокоиться не о чем. Мы государственное предприятие, цена у нас регулируется государством, есть порядок регулирования, предельный индекс задает государство, и выше, чем на предельный индекс, наши тарифы больше расти не могут. То есть никаких скачкообразных ростов тарифов точно не будет. На другом комитете по земельно-имущественным отношениям сегодня рассматривали утверждение перечня земельных участков, а их 77 для многодетных семей. Этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию городского собрания Сочи. Эти земельные участки находятся в своем большинстве в Лазаревском районе. Но в дальнейшем работа по данному направлению будет продолжаться. Помимо того перечня, который был утвержден, нам не на комитете сегодня в очередной раз был поднят вопрос о том, что данную работу необходимо продолжать и увеличивать перечень тех земель, которые в дальнейшем будут предоставлены многодетным семьям. Отложили и на сессии не будет рассматриваться вопрос относительно судьбы двух аварийных зданий в Хосте, расположенных на улице Октября и на улице 50 лет СССР за поликлиникой. Ранее планировалось включить их в план к эвакизации, но жители поселка решили, что, как и прежде, их лучше вернуть здравоохранению. Правда, на ремонт только одного из них понадобится 112 миллионов рублей. После жарких дискуссий сегодня депутаты городского собрания Сочи решили не спешить и обратиться в Крыевую и Министерство здравоохранения за разъяснениями, что делать с этими зданиями. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи определили победителей всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 года. Конкурс уже в 15 раз проводит Фонд отечественного образования совместно с Международным инновационным университетом. Какие научные книги были признаны лучшими, расскажем в нашем следующем материале. В зале Международного инновационного университета весь цвет отечественной науки. Участники конкурса на лучшую научную книгу 2016 года. Преподаватели вузов и сотрудники научно-исследовательских учреждений приехали в Сочи со всей страны. Их приветствовал президент Фонда развития образования, академик Российской академии образования Михаил Берулава. Ваши научные книги вызвали большой интерес научного общества. Именно вы, дорогие победители и лауреаты конкурса, развивайте российскую систему образования и науки. Спасибо за это. Экспертные комиссии рассмотрели заявки на конкурс от почти трех с половиной тысяч ученых из более чем 900 высших учебных и научно-исследовательских учреждений. Как отметили почетные гости зарубежных вузов, эти научные труды – вклад не только в российскую науку. В первую очередь ваши усилия обогащают российскую науку, но также это великий дар всему миру. Четвертый раз мне посчастливилось присутствовать на неделе науки, на церемонии награждения. Я вижу, что количество участников год от года растет, все больше ученых приезжают и участвуют в мероприятии. Я выражаю большое уважение к организаторам этого мероприятия и могу себе представить, какое значение имеет оно для участников, потому что научная ответственность авторов книг огромна. По результатам конкурса лауреатов определили в пяти номинациях – гуманитарные, технические науки, экономика и управление, юриспруденция, педагогика и психология. Им вручили кубки и дипломы, а также солидные денежные гранты. Действительно, это такое очень значимое событие для любого преподавателя, любого вуза нашей огромной России. И признание научной общественности, монографий, учебных пособий – это, конечно, очень важно. Лучших представителей научного сообщества страны поздравили большим творческим концертом студенты Международного инновационного университета. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи ярким шествием и концертом отметили 80-летие Краснодарского края. Праздник состоялся на площади Южного Мола. Вот они, последние приготовления перед стартом. Тут, как в песне, даже кони запряжены, лихие скакуны – верные друзья сочинских казаков. Я являюсь атаманом Салахоульского сельского округа. Вот приехал на наш праздник, чтобы полюбовались на наших лошадей. Позади конников – колонны сочинских казаков, ученики казачьих классов, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений. Все вместе с левой дают старт небольшому, но очень важному шествию. В едином строю они проследовали от Мурпорта к сцене на Южном Малугде, состоялся концерт. На сцене гостей приветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов. Он и стал одним из первых, кому вручили медаль лауреата общественной краевой премии «Имя Кубани». Награду в номинации «Трудовое имя» глава курорта получил из рук председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова. В целом обладателями памятных наград стали 38 сочинцев, прославляющие наш город своим трудом, успехами или талантами. Наш край прославляют наши горожане. Они замечательные люди. Вы видите, сколько их, сколько, а сколько их просто невозможно сегодня наградить. Но самое большое богатство нашего края, нашего города – это люди, наши горожане. И они сегодня главные действующие лица. К сожалению, не всех лауреатов можно было увидеть на площади. Некоторые получили звание «Имя Кубани» посмертно. Но имена ушедших из жизни сочинцев, прославивших родной город, останутся навсегда в истории курорта. Это Слава Митревеле, Сергей Венчагов, Алиса Дебольская и многие другие. В номинации «Молодое имя» награду вручили победителю шоу «Голос дети» многократному лауреату творческих конкурсов Даниилу Плужникову. Отмечены заслуги юной хрупкой сочинки с сильным голосом участницы всероссийского конкурса «Синяя птица» Гера Арестовой. Это очень ценно и приятно, что нас выделили, и что мы дорогие этому городу. Мы стараемся. Подарком от Сочи региону имениннику стало открытие нового парка в микрорайоне Макаренко. Более 14 гектаров зеленой зоны с теренкурами, обзорными площадками, детскими и спортивными зонами. Сейчас его благоустройство продолжается, но уже сегодня это одно из любимых мест отдыха у жителей нескольких микрорайонов. Я вообще очень рад, что город нам подарил новый парк на улице Макаренко. Парк соответствует всем нормам, там тренажеры, все для молодежи, там приятно гулять. Город Сочи – это прекрасная площадка, это прекрасный климат, прекрасный обновленный город с прекрасной инфраструктурой, интересный город. Всемирно известный уже, не побоюсь этого слова, потому что город Сочи – это город, где действительно жизни. Еще один подарок и от Сочи, и сочинцам – обновленный Дом культуры на КСМ. В ближайшие дни там уже пройдут первые занятия творческих секций. Галина Моисеева, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Международный конкурс «Новая волна» подходит к концу. Сегодня утром участники и организаторы мероприятия пополнили «Аллею славы» на улице Новогинская новыми именами. Международный конкурс «Новая волна» подошел к концу. Всего-то и осталось вручить победителю заветный трофей и соблюсти несколько традиций. Очередной знак «Новая волна-2017» появился на «Аллее звезд». В торжественном мероприятии приняли участие организаторы фестиваля и виновники торжества – молодые таланты. Конкурсанты не скрывают радости от того, что теперь и их имя вписано в историю Сочи на «Аллее звезд». Кстати, эта традиция перекочевала из Юрмалы, где «Новая волна» проходила ранее. Сочи – это достойная замена, отмечает бывший участник «Новой волны», а ныне почетный член жюри конкурса Интерс Бусулис из Латвии. На российский курорт он приезжает не первый год. В этом году пополнилась не только «Аллея звезд на Новогинской». След международный конкурс оставил и у морского порта, а теперь тротуар возле ротонды украшает барельеф с символами новой волны. После переезда из Латвии конкурс неплохо прижился в Сочи. И сейчас организаторы уже строят планы, как обживать новое место. Может быть, со временем мы придем к тому, что на этом месте будет стационарный какой-то концертный зал. Может быть, не совсем зимний, вот так как сейчас продуваемый, как дзинтеры в Юрмале. Может быть, мы придем к тому, что там будут залы, там будет своя какая-то история и концертная, и весь сезон. Посмотрим. Подобные конкурсы не дают расслабиться и принимающей стороне. Не ударить в грязь лицом, быть чистым, комфортным и гостеприимным – важнейшая задача. Ведь если для новой волны Сочи – это новый дом, то для курорта конкурс – это дополнительный поток туристов. Проект новой волны, он идет по нарастающей амплитуде. Мы видим, сколько гостей, сколько желающих, которые приезжают, чтобы попасть в новую волну, на новую волну. Мы видим, что с каждым годом открываются все новые-новые проекты новой волны, и они все проходят успешно. После открытия барельефов организаторы и участники новой волны отправились готовиться к финальному галоконцерту. Инга Габеши, телекомпания «ФКТ». И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Вале Денталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского, 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok